Всем привет! Мы сегодня сейчас хотим, точнее, съездить за Машиным подарком. На самом деле мы уже приехали в магазин. Вот, закончились мои душевные метания по поводу домика, потому что он отвратителен. Я посмотрела на этот радужный дворец, Рейнбоу, чего-то там для Барби. Короче, он жуткий и отвратительный. За 7 тысяч обыкновенная пластмасса, тоненькая причем похожая, и он такой еле-еле держится. Ну, в общем, там и домика как-то такого нет, там просто он скорее на декорацию похож. В общем, мы плюнули на него и выбрали кое-что другое. И сейчас как раз за этим приехали, я звонила, сказали, что он здесь. Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу. Струк Мюллера оказался в багажнике. Маш, снимала про Вишню? Да, Маш, я снимала про Вишню. Ну ладно, что? Значит так. Поперек он не влезал. Вообще никак. Только вдоль. Сейчас Димка пошел относить. Как раз приплечет. И все. И ура! Камень из души, боже мой. Я вчера весь вечер сидела с ними, я не знала, что делать, потому что, ну... Мама. Да. Ты меня такое чувствуешь? Мама. Да. Что там очень тихонные трещины небольшие. А, немножко, да, есть она там. Я как не могла успокоиться. Ужас. А теперь все. Так, одно дело сделали. Теперь сейчас поедем за Димкиным костюмом. Димки, потому что костюм в прошлый раз так и не купили. Сейчас у нас есть еще на примете два места. Это... Пам-пам-пам-пам. Вечно пудаю. Сударя и эгоиста. Эгоист, по-моему, да. Вот. И... И еще один магазинчик тоже недалеко. Сейчас, в общем, поедем. Попробуем Димку отоварить костюмом. Если получится. Знакомый уже нам Ханой. Тут просто вьетнамские магазинчики. С их вьетнамскими вещами. Ну и соответствующий размер. Они же все небольшого роста. Машусик везде с нами. Теперь ждем Димку. Димка ушел в рыболовный магазин. Время рыбалки. Четыре сезона. Короче, ждем Димку. Сейчас папа твой найдет все, что он хочет. Нравится он мне. Он такой светлый. Такой широкий. Проходы широкие. Магазины. Очень хорошо расположены. Никто не теснится. Нету кучи народу толкающихся. Не знаю. Приятно. Просто здесь быть. И все. Вьетхаус. Товары из Вьетнама. Столько всего интересного. Чего-то так ничего и не подошло. К сожалению. Все какое-то немножечко не такое на Димке сидело. Не так, как хотелось бы. Ой, фу. Слушайте. Шкура крокодила. Настоящая, интересно. Вьетфонг. Вьетхаус. Мы тут были. Тут всякие эти... Тоже еда всякая. Сушеные фрукты. Прикольно. Дим. Сушеных фруктов не хочешь? Тут всякие сушенки есть. И манго, и прочее. Да-да-да-да-да-да-да. Квоя бы, да. Целый магазин со всякими. Не хочешь зайти? А? Ну матрешки, ну как без них, ну что-то. Не хочешь зайти? Вьетнамские матрешки. Ну они не вьетнамские, судя по глазам. Ничего, они не вьетнамские. Фу, мы с тобой расисты, кошмар. Ну что, не пойдешь? Смотри. Ой. Все для питомцев. Тут как-то и наши магазины, и их магазины соседствуют вместе. Я просто смотрю, там, идешь-идешь, например, какой-нибудь Вьетхаус, или Нулонг, или еще что-нибудь. А потом раз, и следом, белорусская мода. Вот Ария Хоум, опять же, она мало к ним отношения имеет. Магнит вообще никакого к ним отношения не имеет. Ты Билайн. Билайн. Ну, по Вьетнаме, да, он есть. Ну, он, ну да. Да, и магнит. Ну все. На третий этаж пойдем? Для чистки совести? Да. Пойдем или не пойдем? Пойдем. На эскалатор. Ага. Ручку давай, машуль. Кстати, в первый раз, когда мы здесь с мамой были, так прикольно зашли в магнита. У него же подсветка такая сверху. У всех этих супермаркетов очень яркая, она продукты свечи. И девушка заходит в магнит, а вьетнамка, или вьетнамской внешности, я даже не знаю, как это сказать. В ярко-ярко-фиолетовом саре, расшитом, всевозможными блестками. Так красиво, как она переливалась, ходила между полками. Это что-то. Но было прикольно. Красиво смотрелось очень необычно. За продуктиками. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Класс. Димка взял себе попробовать там в одном из тайчиков, тайчиков, вьетнамских ресторанов. Там ресторанный дворик наверху находится в этом Ханое. И один из этих магазинчиков, как это, ресторанчиков маленьких, он прям чисто вьетнамский. Вьетнамская еда. И там эти вьетнамцы, собственно говоря, все это берут. Они там обедают, слушают. Ну, короче, их там много. И все они берут именно там. Димка решил попробовать. Слушай, вкусно пахнет очень вообще. Что? Я не претендую. Господи. Я не претендую, не переживаю, жадина, говядина. Ну, конечно, не претендует она. Соленый огурец. Если ты не претендуешь, почему мы еще не едем, а стоим, ждем? А я хочу посмотреть, как оно выглядит. Ух ты. Какая штука. И что, съедобно? Ну, кто же узнает? Через три часа узнаем. И урони. С гостиком. Через три часа узнаем. Шутник. Там осторожно, горячо же. Однозначно. А, наверное, еще и остро. Нет? Что? Кака-бяка, да? Фу-фу-фу, несъедобная? Короче, с нашими пельменями ничего не сравнится. Понятно. Не, ну... Еда, да? Все испорчено. Средство утоления голода. Ну, покажи свою довольную мосью. Понятно все с вами. Ладно, понял. Давай. Подожди, горячо. Да не горячо. Фигня какая-то. Сама фигня какая-то. Нет, это не остро однозначно, но это... Короче, фу-фу. Салат с капустой, с креветками, быстро обжаренным 10 секунд на боке. Да, по-моему, это... И с макаронами. Капуста обжаренная с макаронами. Не хватает мяса и аджики. Соли, специи. Да. И желательно все это выбросить и приготовить нормально. Короче, это невкусно, это неприкольно. И я это точно не остановлю. Приехали в Вейпарк. Ой, а тут парковка отдельно. От торгового центра. Как так? Вот парковка. А вот торговый центр. Ой, удивительно. Ну ладно, пойдем посмотрим. Тут просто находится магазин эгоист. С всякими костюмами. Красиво! Представляешь, здесь два фонтана. Два фонтана. Два фонтана. Вот так вот. Здесь два фонтана, да. А здесь и три фонтана. Вау! Красиво как. Сколько хамедарей. Красиво смотрится. И все живые, кстати. Там прям земля. Большой торговый центр. Ну что, пойдем? Дойдем до эгоиста? Шапочку уберешь в портфель. Нет, шапочку она сама теперь носит. Вреднилка, да? Да, палки и кушать. Я тоже кушать хочу. Пойдем сначала. Пойдем. Сначала поедим? Пойдем. А где у них тут ресторанный дворик? Интересно. Или что-нибудь съедобное? Я думаю, что да, на эскалатор. Вот эгоист. Мы потом сюда вернемся. А то мы сейчас кого-нибудь от голода съедим. А где у них дворик? Где у них дворик? Наверху? Наверное, наверху. Обычно всегда наверху. Пойдем. Да. Попробуем найти. Слушайте, смотрите, что здесь. Какая стекляшка находится. Первый раз я такое вижу. Потому что в торговом центре находилась почта России. Что, мышонок? О, а вот и ресторанный дворик. Что, мышонок? Мышонок. Ну ладно. С аттракционами. Хватит тебе аттракционов. Так, KFC, Макдональдс. Кушать подано. Обеды. Кафе, город-бар. Питерия. Ты куда? Тайская кухня. Ну что? Детский обед. Сейчас, Машульки, детский супчик, лапшичку. Блиночек со сгущенкой. И морсик. Витаминка. Ой, конфету положили, Маша. Ты видишь, да? Машулька уже супчик кушает. А у меня тайская лапша со свининой. И мандариново-банановый морс. Во как. Очень интересно. Но мякоть это явно банан, да? Интересно, вкусно, нет? А у меня просто морс. А у тебя просто морс, да? Да. Как? Прямо интересно даже. Холодно? Не очень. Что-то я только банан почувствовала пока. Они его явно подсластили. Прям банан бананом. Но прикольно. Водичка такая. Клёво. Так. Всё, вилочку мне дали и вперёд. Зашли в эгоисты. В эгоисты ничего нету. Вообще. Что-то я какая-то. Какая лохмаченная. Там что-то две рубашки и то какие-то. Непонятно. Странно вообще. Нам вроде так советовали эгоист. Может, конечно, это просто здесь он такой, а не айс. Но не увидели мы ничего ценного. Игорь. Продолжение следует. Игорь. Продолжение следует...